Православный мир бурно обсуждает сейчас предстоящий чин мироварения, который пройдёт во Вселенской Патриархии на Страстной Седмице. Миро необходимо для совершения таинства миропомазания. Это делается после крещения человека, также при освящении храмов, престолов. И вот некоторые поместные церкви, как русская, например, имеют разрешение варить мир самостоятельно. Другие же берут его у Вселенского Патриарха. Таким образом, на чин мироварения в Константинополь приедут представители многих поместных церквей. Само собой разумеется, что новообразованная Вселенской Патриархией Православная Церковь Украины, так называемая ПЦУ, пришлёт за миром своих представителей в Константинополь. После того, как мир осварено, его освящают в Великий Четверг за Божественной Литургией. Таким образом, все архиереи и патриархи вынуждены будут сослужить вместе и участвовать не только в варении мира, но и в освящении мира. Совместное служение с Православной Церковью Украины будет означать её полное приятие и согласие на её существование. Те же, кто не приедут на чир мироварения для того, чтобы не сослужить с организацией, которую считают раскольнической, соответственно, будут вынуждены прервать свои отношения со Вселенской Патриархией. И это поставит под вопрос каноничность уже их теперь существования. Всё это, конечно, вызывает сомнения, тревоги, волнение верующих, что весьма понятно. И, конечно же, эти темы обсуждаются и у нас дома. И вот Рафаил, отправляясь на съёмки очередных красивых видео для нашего YouTube-канала, решил поделиться с вами нашими мыслями на этот счёт. Кстати, Рафаил в этих вопросах вовсе не дилетант. Кроме исторического и филологического образования, Рафаил также имеет образование богословское. Он окончил двухгодичный курс в Институте изучения православного христианства, который существует при Университете Кембридж, основан был владыкой Калистосом Уэр. И как раз одна из работ Рафаила, которую он писал в курсе учёбы, называлась «Таинство совершения мира». То есть рассказывала о символике, значении, истории мира помазания, ну и, соответственно, мира варенья тоже. Так что информация вас ждёт очень необычная и интересная. 17 февраля 2022 года. С вами Рафаэль Мусанлеви, иерусалимец в Северной Ирландии, графство Даун. Я сейчас прямо на берегу реки, которая ведёт до Ньюри. Я недалеко оттуда, недалеко от дома. И сегодня я бы хотел с вами говорить о очень необычном явлении, которое есть в нашей древнейшей христианской традиции. Это как раз Таинство мира помазания. И Таинство не только мира помазания, который помазаны все православные христиане и католики тоже, а Таинство освящения и подготовления мира помазания. Итак, наш святой святитель Кирилл Иерусалимский оставил нам драгоценнейшие труды. То есть это, в принципе, проповеди, которые он читал оглащённым, то есть людям, которые ждали крещения во время Великого Поста, он читал эти проповеди для них в Иерусалиме у храма, гроба Господня, подготавливая их тогда, чтобы они стали сознательными христианами. Он там много всего говорит о значении разных церковных таинств и, конечно, о том, что такое быть крещенным христианином. А тут по поводу мира помазания, печать Святого Духа. Смотрите, что он говорит, я сейчас цитирую. «Но смотри, не почитай этого мира простым, ибо как хлеб в Евхаристии по призывании Святого Духа не есть более простой хлеб, но тело Христово, так и святое мира не есть более простое, необыкновенное по призыванию, но дар Христа и Духа Святого, присутствием Божества Его, бывающей действительным. Им знаменательно помазывается твое чело и другие орудия чувств, и когда видимым образом тело помазывается, тогда Святым и Животворящим Духом душа освещается». Это вещи, о которых даже глубоко воцерковленные люди не все в курсе, и мне бы хотелось именно об этом таинстве сегодня с вами поговорить. А почему я в такой одежде? Ну, вы знаете, сегодня моя жена Анна, она не хотела даже меня пускать, чтобы снимать этот видео выпуск, потому что она сказала, ну, как можно говорить о церковных таинствах, ну, вот в такой одежды. Но дело в том, что именно об этом тоже я бы хотел говорить, о том, как внешние вещественные образы, внешние какие-то вещественные знаки тоже имеют свое значение. Какое значение? Значение символов, да? Вот эта одежда выглядит несоответствующей, например, темы, о которых я буду говорить. Действительно, желтая спортивная куртка велосипедиста не ассоциируется у нас с богословскими темами. Во всем виноваты символы. Хоть мы с вами и живем в 21 веке, однако очень во многом наша жизнь определяется символами. Так, например, билет не есть путешествие, это символ путешествия, а чек, полученный в магазине, не есть оплата, а символ оплаты. Точно так же на языке символов с нами говорит церковь. И, конечно же, в идеальном состоянии символы должны полностью соответствовать содержанию. Именно поэтому простые материальные вещи, такие как хлеб, вино или масло, могут оказаться проводниками вещей божественных, уму непостижимых и абсолютно трансцендентных, то есть нематериальных. Именно поэтому есть таинства, в которых вещественное соединяется с духовным, в которых духовное преображает, преобразует это вещественное в нечто совсем иное. Хлеб и вино становятся телом и кровью Господа Иисуса Христа, а обыкновенное масло становится печатью Духа Святаго. Часто путают миропомазание с елеем помазания. Елея помазания может бывать, в принципе, даже каждый день. И это даже бывает на всеночные бдения, или просто когда люди совершают паломничество, священник берет кисточку и масло из-под лампады и мажет действительно всех, как благословение, освящение и так далее. Но миропомазание мы, большинство из нас православных, принимаем только раз в жизни, когда нас крестят. А исключение из правила – это если кто-то помазан на царство. Но это, конечно, бывает не у всех и в определенных только исторических периодах. Эту мазь также мира используют для освящения храмов и престолов. Мироварение начинается в Великий Понедельник на Страстной Седмице. Подготавливают печь, подготавливают необходимые ингредиенты, сосуды и начинают варить мира. Варят его в течение трех дней до Великого Четверга. А в Великий Четверг на Божественной Литургии в определенный момент сосуды с миром освящаются служащим архиереем или чаще всего патриархом. Читается специальная молитва, и только после этого мира уже раздается, разливается дальше архиереям и отдаётся в конкретные епархии и попадает к нам на приходы. А почему вообще так важно вот это миропомазание? Откуда это идёт, эта традиция? Ведь вроде бы в Новом Завете, как могут возразить некоторые люди, которые именно протестанты и так далее, нет такого, что епископ благословляет мира, есть освящение масла, и даже об этом говорят в посланиях апостола Павла, если кто-то болеет, тогда надо его помазать елеем. Но это обыкновенный елей, это никак не мира. Что это? Откуда это идёт? Это понятие, что как бы вот именно надо помазать миром. Дело в том, что это действительно древнейшая наша христианская традиция, которая исходит до самых-самых первых веков, однако это не было зафиксировано в Священной Писании. Как и много других традиций, как, например, молитва в сторону Востока, которая никак и не... Об этом ничего не написано в Библии. Какие-то обычаи тоже связаны тоже с рукоположением. Это всё то, что хранится со времён апостолов, но именно как устное предание. Вот как об этом пишет святитель Василий Великий. Благословляем же воду и крещение, и елей помазания, и даже самого крещаемого, по каким изложенным в Писании правилам? Не по соблюдаемому ли в молчании и таинственному преданию? Что ещё? Самому помазыванию елеем научил ли какое написанное слово? Откуда и троекратное погружение крещаемого человека? Из какого Писания взято и прочее, относящееся к крещению, отрицаться сатаны и ангелов его? Не из этого ли необнародованного и сокровенного учения, которое отцы наши соблюдали в непытливом и скромном молчании, очень хорошо понимая, что достоуважаемость таинств охраняется молчанием? Интересно сказать, что вот это миропомазание называется по-английски и по-гречески, по-древнегречески, это хризма, хризм. И древнейшие наши святые отцы, в том числе и Кирилл Иерусалимский, они говорят о том, что это как раз хризма, это от слова тоже Христос. Что такое Христос? Христос – это помазанник. На иврите, как будет Христос? Знаете, это будет Машиах. Машиах – это от слова Лимшоах, то есть быть помазник, тот, который помазан. Мишха – это и есть, в принципе, миропомазание, то есть помазание. И поэтому все, которые также помазаны этим Христовым миром, они тоже становятся Христовыми. То есть это на самом деле великая вещь. И мне кажется, что это будет даже интересно для тех из наших зрителей канала, которые вовсе-то и не православные, и даже не христиане. То есть будут понять, почему у нас это так важно. Потому что христиане, они стремятся также быть со Христом. И получается, что после того, когда мы принимаем крещение, после этого священник берет вот это мир и мажет нас, и таким образом мы становимся, в принципе, Христовыми. То есть получается, что это в православной традиции миропомазание – это неотъемлемая часть крещения. Интересно, что у наших братьев-католиков это не так. Их сперва крестят, и только после определенного срока, у разных это как бы, у которых, у некоторых когда 12, 13, 14, некоторые даже 18 лет, у них после первой причастии бывает еще и конфирмация. Конфирмация – это когда человек уже окончательно принял решение быть часть общины, и только тогда его мажете. Но что интересно, что во всех таинствах, что Евхаристия, то есть Евхаристия – это причастие, когда иерей благословляет хлеб и вино, и они становятся телом Христовым. Что с крещением, когда простая вода становится способом вообще для возрождения жизни. И мира, то есть это всего лишь ароматы, благовония, состав бывает разный, что у Вселенской, что у Московской патриархии, но это обычно берутся от очень древних, иногда даже тайных рецептов. Но это опять, это тварь, это вещественные вещи, созданные Богом, но естественные, которые превращаются в способ получить сверхъестественную жизнь. Стоит об этом задуматься. Это означает, что сама тварь, в принципе, сама тварь, созданная Богом, дает нам способ подниматься выше. Именно поэтому я решил это видео снимать здесь, на природе. Дело в том, что один из старцев греческой церкви, не так давно, ну, умерший в 90-е годы, старец Порфирий, он сказал даже так, что христианин обязан быть поэтом. Если он не поэт, он не может даже проникаться в истинные наши откровения, в истинные наши догмы. То есть он должен иметь вот этот взгляд, с одной стороны детский, с другой стороны творческий, поэтический. Иначе он просто не поймет основу нашей веры, и его вера окажется всего лишь какая-то партинность или идеология. Вот видите, если человек не поэт, он не может видеть, как простая вода становится способом для нашего возрождения, как всего лишь масло становится способом, как мы причастны ко Христу, или как виноград становится кровь Христова. То есть тут есть момент веры, но также момент такого сверхъестественного взгляда на мир. Ключ к пониманию этих вещей можно найти в трудах святого Дионисия Реапагита, изучением трудов которого Рафаэл занимается уже много лет в рамках своей научной работы. Вот один из отрывков, который в полной мере суммирует то, о чем говорили сейчас мы, и то, о чем, собственно, пишет в своих работах святой Дионисия Реапагит. Было бы невозможным для человеческого ума быть в едином порядке с небесными и невещественными умами, то есть ангелами, если бы он не пользовался подходящим ему вещественным руководством, воспринимая видимые красоты как отражение невидимого великолепия, ощутимые ароматы как отпечаток невещественных действий, исходящих от Бога, вещественный свет как образ дара невещественного света, уроки священного писания как образ невещественного совершенства ума, чины священства как образ гармоничного и упорядоченного состояния ума, который укоренен в божественных вещах, а наше участие в божественной Евхаристии как символ нашего союза со Христом. Вот почему таинству мироварения придается такое большое значение. Это не момент канонического послушания, это не момент братской любви даже, это момент церковного единства. И если мироварение будет совершаться без церковного единства, то мы попадем с вами в ту самую ситуацию, когда символ не соответствует реальности, действительности. И это по-настоящему страшно. И вот как раз в трудах святого Дионисия Ариапагита это из первых случаев, когда действительно подробно описали вот эти объясняли духовное значение всех этих таинств. В том числе и синоксист, то есть собрание, евхаристическое собрание, крещение и, конечно, обряд мироварения. Для него как бы даже само обряд мироварения и освящение мира для него это как образ святая святых. В системе святого Дионисия Ариапагита как бы вот то, что самое главное, это что есть разные процессы в духовном росте. Первое это как покаяние, то есть человек, который кается в своих грехах и собирается очищаться. Получается, первый этап это очищение. После очищения бывает просвещение, а после освящения бывает уже в принципе союз, полный союз с Богом. И действительно все эти состояния у Дионисии они соответствуют церковной иерархии. То есть сперва это человек, который просто кается, грешен, грешник, дальше диакон, который очищается и очищает других, дальше иерей, который освящается и просвещает других, и уже святитель, то есть иерарх, и на нем все это держится, то есть епископ, который уже получил союз уже с Богом и ведет людей всех вверх. В этом смысле наша иерархия церковная отражает также вот иерархия, которая есть небесная, то есть архангельская, ангельская иерархия. Для меня этот мир ангелов и мир реальных иерархов, он для меня тот ключ, который держит меня вообще в нашу веру. Для меня это и есть как бы то, к чему я на самом деле и стремлюсь, как бы держусь за это, как бы несмотря на тяжелые времена, в которых мы живем сейчас. И Дионисий, конечно, обращает внимание на то, что не всегда эти саны соответствуют духовному состоянию, что есть у человека. Так что в принципе человек может быть абсолютно мирянин, но для Бога он будет уже в состоянии святителя, да, или дятона и так далее. То есть есть тут момент и внутреннего иерархии, или внутренний чин, который по идее должен еще соответствовать с внешним чином. Но, увы, не всегда внешний чин соответствует с внутренним чином, которые действительно имеют реальные иерархии. И это тоже в принципе можно, то есть на этом тоже намекает, можно сказать, сам Дионисий Ария погиб. Несовершенство церковных иерархов эта тема уже давно не новая. Однако сейчас дело обстоит немножко по-другому. Мировое православие действительно переживает сейчас очень тяжелые времена, тяжелые испытания. Кроме пандемии, которая потрясла уклад вообще всей христианской церкви и подвергла сомнению авторитет архипастерей у очень многих верующих, всемирное православие переживает сегодня еще и страшный раскол между московской патриархией и вселенской. И здесь дело совершенно не в том, на чьей ты стороне, на стороне патриарха Варфоломея или патриарха Кирилла, ты с американцами или с русскими. Конечно, можно все это свести на уровень политической борьбы двух титанов, однако дело обстоит намного глубже, о чем мы попытались рассказать сегодня в нашем выпуске. И в этом смысле Пасха вот этого года 2022 на самом деле станет каким-то вероятно решающим поворотным моментом. Только не в том смысле, как об этом пишут и говорят православные порталы и СМИ. Они ставят акцент на том, что вот, мол, в эту Пасху станет окончательно ясно, кто на стороне раскольников, а кто на стороне правды Божьей на стороне Христа. Думается, вопрос нужно ставить немножко по-другому. На эту Пасху будет, вероятно, окончательно понятно и проверено, сможет ли православная церковь, всемирное православие, сохранить свое единство или не сможет. И, наверное, об этом нужно серьезно молиться сейчас всем, кто считает себя православными. Пока границы были закрыты, некоторым поместным церквям удавалось сохранять нейтралитет или попросту не высказывать окончательного своего решения по поводу принятия или непринятия новообразованной православной церкви Украины. Теперь же, когда границы открыли, ограничения сняли, в Израиль, в Иерусалим могут прилетать люди с прививкой, даже без карантина, без особых каких-то приключений, естественно, встает вопрос о том, что на Пасху, на Благодатный огонь, скорее всего, приедут паломники из новообразованной украинской церкви, а также и представители, которые захотят служить на гробе Господнем. Нужно понять, что Иерусалимская патриархия входит в число апостольских церквей, так называемых, то есть церквей, основанных самими апостолами и Господом Иисусом Христом. Это пять древних восточных церквей. Московской патриархии не входит, потому что она получила в свое время Томас автокефалию от Вселенской. Таким образом, Вселенская патриархия по отношению к Иерусалимской является старшей. И хотя Иерусалимский патриарх, как и другие патриархи автокефальных церквей, вполне свободен в своих решениях, тем не менее, во многом зависит и даже, можно сказать, в чем-то подчиняется Вселенской патриархии. Таким образом, например, чин мироварений в Иерусалиме не имеет права патриарх совершать сам, он получает мира от Вселенского патриарха. И, естественно, на конфликт со Вселенским патриархатом, тем более, на разрыв отношений, вряд ли пойдет Иерусалимская патриархия. Но очень трудно себе это представить. Также сложно дело обстоит с Антиохийской патриархией, которая, с одной стороны, очень многим обязана российскому государству, российской церкви, поскольку Россия защищает сейчас христиан в Сирии от войны. А с другой стороны, Антиохийская находится как бы под Вселенской. Вселенский для нее старший. И точно так же получает мира от фонара, от Вселенского патриарха. И вот, что произойдет сейчас? Смогут ли архиереи, наши иерархи церковные, все-таки преодолеть этот конфликт или не смогут? Вот, в чем сейчас будет стоять главный вопрос на эту Пасху 2022 года. И вот, когда думаешь про значение соборных молитв, таинств церковных, иерархии, думаешь о том, как православный человек, в принципе, не может жить без епископа, без иерарха. Даже если он его не знает лично, но, в принципе, жизнь христиан без совершенноначали немыслима. То есть, христианин не может быть без поповцем, и если он без поповец, это все равно, что он уже признает, что все духовенство в мире на самом деле является служителем антихриста. Дело в том, что я так не думаю. Если бы я так думал, может быть, мне даже было бы в каком-то смысле легче. то есть, я бы сказал, вся наша иерархия уже с антихристом, и все, надо быть самим собой, молиться сами, спасаться. Но это не так. Но то, что действительно заставило нас задумываться заранее, а все, что было для нас само собой, самим собой, это, конечно, вот эта всемирная беда, которая наступила, неважно, правда ли это или неправда, или кто это провоцировал, или кто это не провоцировал, но мы все знаем, о чем идет речь. Это наша беда, которая уже последние два, даже три года признание, что человек может заражаться от того, что он ходит в храм, что человек может подвергать других людей в опасности от того, что он причащается или поет, или молится с другими людьми. И, в принципе, даже если это так, что действительно, ну все, надо тогда анафемы считать над всех, которые не принимают определенных мер, не пускать их в храм или ограничить их доступ к храму. То есть, все это мы с вами, в принципе, каждый из нас терпел так или иначе. То есть, мы жили, например, в Иерусалиме, лишены возможностей, кроме некоторых добрых священников, на которых действительно все держится, но это не иерархия, да, от иерархии все было закрыто, закрыто, храм гроба Господний был закрыт, русская духовная миссия была закрыта, и вот, что мы услышали от иерархов, и то, что мы сами поняли, это живите сами, читайте Евангелие, будьте как Мария Египетская, да. На самом деле, вот такое довольно сатирическое видео я выпустил сразу, это даже было до того, когда святейший патриарх Кирилл предлагал нам всем это делать. Но вот дело в том, что подвиг Марии Египетской, он не может быть для всех православных христиан, потому что тогда православие уже не существует. Христианин, который не получает благословения от своих епископов в виде, опять, мира помазания, мира, который получает каждый крышенный христианин, и также каждый престол, то есть нельзя освещать новых престолов без мира, а мира освещают только епископы. Соответственно, новое духовенство рукополагает тоже епископы. Получается, если нету иерархов, все рушится. Если нету авторитет иерархов, тоже все рушится, появляются разных видов расколов. И вот это то, что мы видим сейчас. Вот мы видим, что уже уровень недоверия к иерархам, и тут неважно, я не буду называть, кто это, это Варфоломея или Кирилл или другие, у всех упал. Также это у католиков. Даже вот с некоторыми иерландцами, которые я смог повидаться, пообщаться, действительно, это для них не все, во-первых, не все иерландские священники слушались Папа Римскому, когда он сказал им не молиться, но это, конечно, соблазн. Это большой соблазн. Любой благочестивый католик, например, в Ирландии, когда он ходит в храм, он обязательно макает свою руку святой водой и крестится. И вот, чтобы сказали им, что нельзя это делать, то есть представьте себе, как это для простого верующего католика из Ирландии, как Папа Римский говорит, что от воды, от святой воды можно умереть или можно подвергать другим людям опасности. Ну, понятно, что есть какие-то либеральные католики, которые для них проблем в этом нет. Но все-таки для основных верующих христиан эти вещи неприемлемы. Но вот я обо всем этом задумываю здесь, на этом острове, где тоже нету иерархов. Представьте себе, что в Ирландии есть протестантские, есть католические епископы, но нету ни одного православного иерарха на этом острове. Так что в этом смысле я и моя семья, да, мы живем сейчас в каком-то смысле как монахи. То есть монах должен что делать? Воздержаться от женщин. Ну, воздержаться от женщин я не могу. Но также должен избегать что? Епископов. Так говорит святой Йоанн Касьян Римлян. Наши архиепископы находятся в Лондоне. Что русские, сурольские епархии и что греко-православная тоже как бы театирская епархия это все в Лондоне. И это прекрасно. Но в самом Ирландии, который само по себе имеет тоже свои юристикции, нету ни одного иерарха. И вот здесь на природе можно действительно задумываться о значении таинств церковных, о том, что таинство без иерархии божественное, небесное и также земное не существует. Это нонсенс. Что сказать тоже так же ну мы сами молимся как бы у нас батюшка добрый а что говорит наш владыка это нас не касается. Он может быть такой, он может быть экуменист, может быть не знает чего. А на самом деле это все важно. Это же все влияет на нашу внутреннюю жизнь. Какие у меня есть советы по поводу этому. Ну что я могу вам сказать? Я делаю то, что я понимаю. я стараюсь жить как раз по светоотеческим представлениям, правилам. Постараюсь жить тоже как бы более естественную жизнь. Что такое естественная жизнь? Видите, я тут на природе, я в местах, где все-таки вот видите здание из традиционного камня, звук птиц, да, вот пытаюсь держаться за нашу человечность, притом использую технологию. Вот иду сейчас современным телефоном, себе снимаю, благодаря ютюба могу также с большой аудиторией общаться, но что могу вам сказать? Самое главное пытаться действительно держаться за нашу совесть, держаться за нашу человечность. Вот то, что самое страшное, это потеря человечности. и вот как раз без этого общения с этим с этими божественными логосами, логос это как причина, которая находится в каждой травинке, в каждой птице, в каждом человеке, иметь действительно уважение к то, что Бог создал именно для нас, возвышаться от творения, от травы, воды, неба, от солнца, луны, от всего этого к нашему небесному творцу, поскольку мы создали действительно инфернальные, адовые как бы технологии, которые действительно обезчеловечивают нас, способствуют только к раздражению, клевету, как разным как бы тотальному хаосу. Так что посмотрим, как будет действительно вот эта Пасха, как будет вот эта встреча четырех иерархов из разных патриархий восточных, как будет, сможем ли мы преодолеть вот действительно вот эти политические, они не канонические, а политические расколы в церкви, которые ломают жизни людей, как бы, они лично меня тоже как бы очень ранили и до сих пор ранят, потому что мы верим в Святую Соборную Апостольскую Церковь или в разных национальных церквей, в Церковь Байдена и Церковь Путина. Я, когда крестился и стал православным, я даже не задумывался о таких вещах. Так что очень надеюсь, что мы в этим Великим постом и так же вот в этой Пасхе сможем действительно встречать друг друга и поздравить и сказать Христос Воскресе, воистину Воскресе. И не будем просто думать у кого Христос более как бы круто, как бы у нас, у греков или у русских или я не знаю у кого. Вот такие мысли у меня здесь, на этом острове в Ирландии. Всего вам хорошего и надеюсь, что мы с вами сможем продолжать вот эти путешествия как можно чаще. Всего хорошего.